Добрый день, уважаемые коллеги! Я учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы номер 9 города Багульмэ. В своем выступлении хочу затронуть тему обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня, к сожалению, число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов значительно возросло. Многие дети с ОВЗ по состоянию здоровья не могут посещать массовую школу. А в нынешних условиях распространения коронавирусной инфекции не к каждому ребенку с ослабленным здоровьем может прийти учитель. Выручает индивидуальное обучение на дому с применением дистанционных форм обучения. Которая регламентируется федеральным законом об образовании в Российской Федерации и локальным актом школы. Дистанционное образование – новая, современная технология, которая делает качественное образование для детей с ОВЗ доступным. Данный тип обучения основан на учебном взаимодействии удаленных друг от друга ученика и учителя. Я организую процесс обучения при помощи Zoom и ресурсов сети интернет. Моя задача – научить ребенка жить самостоятельно, принимать решения и действовать. Но главная задача – сохранить или хотя бы не ухудшить состояние здоровья ребенка. Для ее достижения дистанционное обучение имеет несомненные плюсы. Каждому ученику разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, что сказывается на результатах обучения, делает процесс интересным, познавательным и результативным. Осуществляем это в момент составления рабочей программы. Конечно, содержание ее в полном объеме включает все то, что вошло в рабочую программу соответствующего класса. Отличием является лишь то, что в документ в соответствии с локальным актом нашей школы добавляется информация с учителем или самостоятельно изучает тему ученик. После составления рабочей программы приступаем к обучению. На первом уроке, на мой взгляд, не нужно делать упор только на предметном содержании. Это должно быть знакомство, при котором ученик расскажет о себе то, что посчитает нужным. Здесь же выясняется, насколько ребенок владеет навыками работы с компьютером. Быстро или медленно пишет в тетради. Темп чтения, особенности запоминания, усидчивость и другие особенности. Это позволяет далее продуктивно планировать уроки. Качество подготовки ученика по русскому языку во многом определяется уровнем проведения урока, его содержательной и методической направленностью. Современный дистанционный урок обучения на дому, на мой взгляд, должен соответствовать следующим требованиям. Должны быть четко сформулированы цели и задачи урока. Урок логически строен. На каждом уроке организуется повторение ранее изученного материала. Урок насыщен элементами новизны, развивающими любознательность, интерес к предмету. Применяются проблемные ситуации и их решения учеником. Организуется закрепление знаний. Применяются различные формы организации деятельности учащегося на уроке и при самостоятельном освоении учебного материала. Домашнее задание должно быть регламентировано объемом. Организуется самостоятельное изучение материала на основе четкого плана. И, конечно, используется здоровье, сберегающая технология. Особенностью дистанционного урока обучения на дому в моем случае является то, что до урока я отправляю по электронной почте план, чаще всего в виде презентации. Такой конспект позволяет видеть ученику весь объем работы. Часто он содержит различные алгоритмы применения правил, памятки, опорные схемы и тому подобное. В конспект включаю и задание к уроку, а эталон для проверки продемонстрирую уже на занятии для самой или совместной проверки. Я уже говорила, что в соответствии с рабочей программой есть темы, которые изучаются самостоятельно, не на уроке. Самостоятельное изучение темы не означает, что ученик должен будет сам найти нужную информацию, изучить ее и отчитаться перед учителем. Предлагаю подробный план, в котором указываю источники для изучения той или иной темы. Материалы для закрепления, различные упражнения, тем более, что в современных условиях очень много качественных электронных телекоммуникационных и интернет-ресурсов. Это и учи.ру, и открытая школа, и российская электронная школа, и инфоурок, и гугл-класс, я-класс, скайсмарт и многие-многие другие. Нельзя забывать и о стандартном ОМК, который мы используем в работе с одноклассниками ребенка, обучающегося на дому. Ведь он в любой момент может вернуться в массовую школу, и его интеграция должна быть безболезненной. Поэтому проанализированы возможности учебников, используемых в учебном процессе. В нашем случае это линейка учебников по русскому языку, ладыжинской и других. Учебники предполагают возможность реализации индивидуального подхода к учащимся относительно их психолого-педагогических особенностей – памяти, мышления, восприятия. Содержат в доступной форме изложенный теоретический материал. Практические задания имеют разноуровневый характер, что позволяет осуществить дифференцированный подход в обучении. Легки в использовании дидактического материала. Словарные статьи помещены в рамочке. Условные обозначения позволяют свободно ориентироваться в книге, репродукции картин хорошего качества. Значительное место уделено повторению, что дает возможность систематизировать знания для прочного усвоения материала. Учебники по литературе, коровиной и других, имеют звучащую хрестоматию, которая позволяет изучение литературы сделать более живым и эмоциональным. Ученики слышат авторскую речь, интонацию, тембр. В фонах хрестоматию содержат задания, которые учащиеся смогут выполнить самостоятельно, что очень важно. Ведь на изучение литературы отводится всего лишь полчаса, а то и меньше работы с учителем. Конечно, у дистанционной формы организации домашнего обучения есть свои положительные и отрицательные моменты. Из положительных хочу отметить прямой диалог учитель-ученик, индивидуальный подход к каждому ученику, визуальный и голосовой контакт посредством веб-камеры, повышение мотивации к обучению и изучению русского языка и литературы в частности, стремление освоить современные технологии, обеспечение необходимого уровня социализации, поиск оптимального для себя способа успешно адаптироваться в жизни, актуализация познавательных, творческих и личностных возможностей учащихся, ну и в конце концов реализация прав человека на непрерывное образование и получение информации. Вместе с тем, при обучении на дому ребенок не социализируется, не учится общаться и работать в команде, не приобретает опыт выступления на публике, отстаивания своего мнения перед сверстниками, вследствие чего в будущем у него могут возникнуть сложности с адаптацией к дальнейшей учебе и поиском работы. В заключении следует отметить, что несмотря на ряд трудностей и проблем, с которыми сталкиваются и учитель, и ученик при организации проведения дистанционных уроков, дистанционное обучение необходимо для больных детей и детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья. При правильной организации оно обеспечит интерес к процессу обучения, дает возможность получить образование и выбрать дальнейший жизненный маршрут. Надеюсь, мое выступление будет вам полезным. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...